здравствуйте приветствую вас на своем видео канале сегодня продолжая серию видео про имбирный чай решил написать как приготовить имбирный чай с медом принципиальное отличие моего видео в этом видео вы узнаете не просто как приготовить имбирный чай с медом а как сделать имбирный чай с медом полезным для вашего здоровья это принципиальное отличие советов как приготовить имбирный чай множество но они не учитывают мелкие нюансы от которых зависит не просто вкусный ароматный напиток но и полезный для вашего здоровья в этом видео я расскажу основные точки основные моменты или как говорят сегодня лайфхаки или по-русски полезные советы диетолога которые вы должны учитывать чтобы ваш имбирный чай с медом был реально полезен для вашего здоровья поэтому смотрите это видео дальше постараюсь максимально визуализировать максимально вам показать но сократить видео до минимума насколько это возможно совет первый чтобы приготовить имбирный чай с медом нужно выбрать сырье ищите корневище не ищите корни это бесполезный труд тем более что биохимия корней мало изучено корневище изучены лучше имбирные корневище ищите на рынке не прогадаете я их уже выбрал они вот перед вами из них я буду готовить имбирный чай совет 2 вода в которой вы будете готовить имбирный чай или с помощью которой вы будете извлекать полезные вещества некоторые советуют использовать воду колодезную некоторые скважины некоторые советуют родниковую можете использовать хоть болотную воду но вся вода любой источник воды должен быть перед приготовлением имбирного чая делаю на этом акцент очищен очищен хорошим фильтром который уберет из вашей воды любые экологические сюрпризы каждый из вас работает и так или иначе загрязняет окружающую среду вы не думали что экологические токсины к вам могут вернуться попытаться вернуться с имбирным чаем если вы воду очистили неправильно они могут вернуться поэтому хороший фильтр для воды у вас должен быть в этом случае имбирный чай у вас будет полезен для вашего здоровья что должен делать ваш фильтр дополнительно убирать из воды патогенные бактерии вирусы возбудители грибковых инфекций листный паразитарный кинвази да и современная вода и корневище имбиря могут содержать так или иначе то ли внутри вода то ли на поверхности корневища имбиря эти не самые лучшие дополнения к имбирному чаю их нужно удалить чтобы ваш имбирный чай не с ними боролся в посуде для приготовления а всеми бактериями вирусами грибками которые есть уже в вашем организме помогал вашей иммунной системе тогда имбирный чай с медом будет еще и помогать вашему иммунитету а это немаловажно а какие еще нюансы нужно учитывать вы узнаете буквально сейчас пожалуй самый продолжительный процесс приготовления имбирного чая кипячения воды я уже этот процесс запустил и пока вода кипит расскажу как приготовить имбирный чай правильно с точки зрения диетолога берете выбранные уже корневища имбиря их нужно помыть обязательно под проточной водой можно с мылом но мыло это щелочь щелочь убивает не самых патогенных бактерий которые находятся на поверхности поэтому я бы советовал вам помыть под струей проточной кислотной воды кислота убивает самых патогенных бактерий особенно это важно тем у кого снижена кислотность желудочного сока у кого своя дезинфекция пищи напитков происходит уже ослабленно для этого вы можете использовать в принципе простой прибор японцы его изобрели не просто так там где его правильно используют заболеваемость снизилась примерно на 3 а это очень важно вот воду вы используете достаточно интенсивно поэтому воде нужно уделить определенное значение прибор может давать как воду нейтральную две позиции кислотной воды 4 щелочной нам нужно было бы для корневищ кислотная вода процесс длительный хирург готовит свои руки примерно полчаса операции и потом одевает стерильные перчатки имбирные корневища достаточно несколько минут промыть такой водой особенно это важно кто может получить дополнительный результат это вид реакции ph поверхности кожи у них снижена из-за системы питания кислотная вода поможет восстановить нормальную ph на поверхности кожи и нормальный микрофлору тут поддерживать поэтому это очень важно как не я уже помыл мне этот процесс уже делать не нужно дальше измельчения ну самая простая вещь это картофель чистка или очиститель для овощей берем просто с поверхности очень тоненькие получаются среды практически снимая одну шкурку и имбирные корневища не пострадала снять нужно вкус напитка будет несколько более сертифицированным скажем с хороших корневищ снимается хорошо если они свежие процесс доставляет удовольствие даже тем кто не любит чистить картошку но этот хвостик я убил мешал практически имбирное корневище готова дальнейшей обработки этому убираем с рабочей поверхности дальше берем нож можно разные количество используют по своему вкусу имбирный чай может быть как более пряным так и более слабеньким в любом случае горячей воде мы излечем полезные вещества и немножко добавлю свет появился дальше измельчение чем можно измельчать чеснокодавкой я предпочитаю измельчать просто ножом кубиками потом я расскажу почему я это делаю живой корень пардон корневище это принципиальное ботаническое значение ботаники понимают у них я думаю волосы дыбом становится когда говорят что готовим имбирный чай из корней имбиря не используется это сырье то время учился и преподавал на кафере фитотерапии меня вы за такую ошибку с кафедрой уволили ну вот как еще у нас практически готова к использованию следующий этап это обработка чайника и об этом вы узнаете прямо сейчас наш чайничек разошелся дадим ему покипеть очень важный момент и они за так он работает только в одном случае если вы воду до него очистили если вода идет просто как есть реализатор за счет электролиза воды будет делать электролиз и тех эко токсинов которые в ней находится чем закончится сложно сказать поэтому минерализатор должен быть обязательно проточным а не статическим обрабатывать воду электрическим током проводя электролиз воды можно но это должен быть проточный механизм это защитный безопаснее для здоровья очень важно фильтр перед ним должен стоять убирающий эко токсины но не убирающий основу солей каждая вода имеет свой скажем так фундамент фундамент это те соли которые не всегда были и человечество всегда их употребляло как только вы этот фундамент убираете из этой воды вот этот прекрасный прибор японский становится для вас бесполезным ему не ищего делать электролиз воды он будет на любую точку нажмите он будет давать нейтральную воду он не даст вам ни щелочную не кислотную потому что ему нечего менять в этой воде поэтому фильтр у вас должен быть может быть обратно вас вас но обратно вас вас и такой прибор несовместимый прибор бесполезен зря выбросили деньги нужен умный обратно вас которую удалить это токсины удалит избыток различных компонентов которые там есть на оставить основу воды вода у нас хорошо покипела это значит что мы можем идти дальше при оттавливать имбирный чай дезинфекция посуды у нас произошла воду мы слили и корневище имбиря можем перемещать на подготовленное для них некоторые советуют прямо сейчас забрасывать помещать сюда мед но здесь должен появиться сейчас очень важный секретный ингредиент который усилит лечебные свойства имбирного чая у меня есть это обычный сахар но данном случае выполнять необычную роль сахар нужен для того чтобы часть биологически активных веществ имбиря я положил неполную чайную ложку по вкусу можете положить больше но этого вполне достаточно что дает нам этот сахар он дает увеличивает растворимость тех компонентов которые растворим либо в спиртах либо в жирах имбирный чай мы заваливаем на воде и в данном случае чай поможет перевести взять водорастворим те вещества которые растворились бы спирте не заваливать его имбирный чай со спиртом хотя такой вариант возможен не заваливаете вы имбирный чай с молоком хотя такой вариант тоже возможно несколько по-другому а когда вы заваливаете просто водой сахар вам очень даже поможет далее воду можно выключить чайник у меня кипел значительно меньшее время чем вы готовите скажем так суп борщ либо кашу там вода готовится примерно такое же время поэтому это не мертвая вода это прекрасная вода для имбирного чая я бы сказал больше вода потепела но она сразу можно залить можно несколько подождать вода в этом случае как растворитель не перестанет иметь значение ну окисление белки еще активных веществ несколько уменьшится скажу несколько потому что время экспозиции в такой горячей воде она относительно невелико и потерять много полезных веществ у вас не получится а при высокой температуре чем выше температура тем выше экстракции то есть напиток станет более насыщенным да немножко вы потеряете но мы многое уже сэкономили правильно подготавливая имбирный чай до предварительных этапов то пропустил отмотайте видео к началу просмотрите возможно его еще раз так заливаем уже подготовленные корневище желательно залить под самую крышечку естественно закрываем и и фактически имбирный чай у нас практически заканчивает свое приготовление имбирный чай для здоровья где же мед а мед появится уже в стакане где откуда вы будете пить имбирный чай либо он вы можете его употреблять прикуску сделали глоточек имбирного чая и для контраста небольшую сгорошенную порцию меда в этом случае вы желудке у вас имбирный чай с медом и он лучше для вашего здоровья как его использовать первый орган куда попадает имбирный чай полость рта безусловно не в горячем виде активные компоненты имбиря действуя в горячем виде на слизистую полость рта будут оказывать ну скажем так не вкусовые ощущения вы будете ощущать а болевые и это несколько и дое когда вы ощущаете вкус имбиря у вас уже через вкусовые рецепторы идет раздражение желудка усиливается секреции желудочного сока через разные механизмы как только вы проглатываете имбирный чай он влияет на ваш желудок и тех у кого есть склонность язвенной болезни 12 перстной кишки либо периодически встречается повышенной секреции желудочного сока они имбирный чай могут употреблять первыми и практически он уже готов к употреблению вами через несколько минут настанет время употреблять имбирный чай у тех у кого секреция желудочного сока сохранена она нормальная и вы прекрасно пользуетесь а самыми последними иными словами дольше всем должен настаиваться имбирный чай до тех у кого кислотность желудочного сока снижена в этом случае больше полезных ассортивных веществ попадет напиток и ваш желудок будет работать от такого имбирного чая с медом лучше не всем имбирный чай с медом полезен для части людей имеющих определенные конкретные заболевания имбирный чай с медом показан для части людей имеющих другие конкретные заболевания имбирный чай с медом противопоказан для того чтобы узнали в какую категорию людей кому показан такой имбирный чай с медом либо не показан я не буду затягивать это видео я об этом расскажу в следующем видео про другой имбирный чай который будет показан практически всем в том числе тем кому противопоказан имбирный чай с медом для вашего здоровья на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчикам моих каналов словами в крепком здоровье и разумного к нему отношения и чтобы вы не пропустили следующие видео на моем канале не забудьте поставить мой канал выбранное либо это видео вы избранное можете подписаться на мой канал тогда уведомление о обновлениях на моем канале придут вам почту и вы сможете просмотреть это видео одним из первых подписчики канала для вас бонус вы на автоматическом режиме уже получаете уведомление о моих видео в том числе вы получите уведомление о том уж очень хочется запустить кулинарный канал по имбирному чаю вы увидели что есть очень много нюансов которые обязательно нужно учитывать для того чтобы и важно бирга это чай или это просто черный чай зеленый чай кстати такое видео есть надо наверно написать более короткое видео о том как правильно заваривать у меня есть очень длинное более 40 минут видео на эту тему я так понимаю что она плохо усваивается поэтому постараюсь писать видео покороче а если откроется кулинарный канал подписчики моего канала в этом узнают одними из первых до новых встреч в интернете и крепкого здоровья и разумного к нему отношения